Новые граффити появились в Одинцово в рамках областного конкурса «Целый мир помнит их в лицо», посвященного 70-летию Победы. И одинцовские художники-графисты были отмечены как одни из самых активных и креативных участников конкурса. Произведение Дмитрия Левочкина, подаривший мир, занявшее третье место, впечатлило и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Однако это граффити – одно из сотен недавно появившихся в Одинцовском районе. На доме 67 по Можайскому шоссе появился портрет советского летчика. Жители позитивно восприняли такое преображение. Слов нет, просто супер, молодцы. Очень красиво, весь город преобразился. Казалось бы, да, вот граффити, а как преобразился город? К Дню Победы особенно, особенно на въезде в город сделали красивый граффити. Молодцы, то есть кто это делает, просто огромное спасибо. Я сам как бывший военный, поэтому меня впечатляет вообще фигура человека, его взгляд, такая целенаправленность, отвага. Масштаб, высота, краски. Нравится. Я была свидетелем ко Дню Победы, очень многие дома были украшены. Я считаю, что я свое время, но может чуть раньше надо было бы. Очень здорово, что есть такие люди, которые неравнодушные, которые могут вот таким образом реализовать себя и показать это другим людям, то есть пропустив через себя здорово. И я бы рекомендовал еще привлекать больше тех людей, которые, ну из молодежи, которые расписывают киоски, вот, чтобы они учились вот делать такие хорошие вещи и радовать людей. Просто повышать настроение отлично, весело, культуру развиваете дальше в одном плане. Пусть учатся красивому, видеть красиво, а то наляпают, не знаю, что на заборах ужасно. Лучше так красиво, хорошо. Мне нравится. Оно очень патриотичное, и я думаю, смотря на это граффити, люди будут, ну как бы, больше хотя бы вспоминать о ветеранах, о том, что они сделали, и почему мы вообще до сих пор еще живы. Здорово, прекрасно, просто чудо. Благодаря этим рисункам жители будут знать в лицо героев Великой Отечественной. Возле дома 7Б по улице Неделина изображен маршал, в честь кого названа улица. Главный художник и дизайнер этого проекта, прежде чем приступить к работе, тщательно изучил биографию военачальника, чтобы наиболее точно раскрыть личность героя и его вклад в победу. Человек чем интересен, он в принципе занимался в основном вот именно заметная деятельность его, это артиллерия, да, то есть он в результате в 59 году стал маршалом артиллерии вообще всей, и в дальнейшем он курировал проект ракетно-ядерной вот этой обороны, то есть ядерный щит. У нас это тоже отражено в работе. Многие жители были бы рады увидеть граффити не только на тему Великой Отечественной войны. Нам не хватает граффити на тему борьбы с алкоголизмом, наркоманией, ну вот так же, чтобы подрастающее поколение понимало, что это такое, чем нельзя заниматься. Нужна природа, лес, озера, деревья, цветы. Ой, очень многих тем не хватает. Вот, ну, сама тема, она обширная, ее можно развивать, вот, в принципе, та вот холодная война, что сейчас идет, это одна из тем, потому что вот это вот... Алкогольно-наркотическая война, которая против России развязана, она же сейчас есть, и это тоже надо как-то доносить, вот я как раз этим занимаюсь, то есть уличными средствами, доносить какие-то идеи, да, людей. Граффити – это новый способ самовыражения, особенно популярный среди молодежи. А благодаря объявленному в Подмосковье конкурсу у ребят появляется еще одна возможность для реализации своего творческого потенциала. Если конкурс на лучшее граффити станет традиционным, то, возможно, молодежи не придется писать на стенах и портить государственное имущество. Они будут проявлять свои истинные таланты и рисовать шедевры. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.